Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Бюджет Карачаева-Черкесии в 2023 году имеет выраженную социальную направленность. Сегодня об этом говорили на 44-й сессии Народного собрания. Какие суммы и на какие цели будут предусмотрены в грядущем году, расскажет Мадина Каракетова. Это последняя в уходящем году сессия Народного собрания. Если Министерство финансов не внесет неожиданных коррективов, пошутил председатель парламента Александр Иванов. В работе сессии принял участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимри за фонд. Поблагодарил депутатов за плодотворную работу, тесное взаимодействие с исполнительными органами власти в интересах жителей, республики и активную помощь населению. В первую очередь я хочу вас всех поблагодарить за вашу активную работу, которая проводится в своем избирании. Несмотря на отношения той или иной политической партии, парламент Карачаева-Черкесской республики считаю, что это такой единый, в таком цели, в кулаке все отработали, опять же, совместно с политиками, Глава Карачаева-Черкесии также отметил, что есть к чему стремиться. Остается много нерешенных вопросов, нереализованных планов и задач, нацеленных на краткосрочную и долгосрочную перспективы. И выразил уверенность, что все они будут качественно выполнены. Рашид Тимризов передал слова поздравления с наступающими новогодними праздниками от президента России Владимира Путина. Далее депутаты приступили к повестке и одним из первых обсудили проект закона Карачаева-Черкесии о республиканском бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Основные параметры проекта по доходам на 2023 год сложились в объеме 2023 год 33 миллиарда 805 миллионов рублей. Это с учетом поправок. На 2024 год 29 миллиардов 503 миллиона и 2025 год 27 миллиардов 598 миллионов рублей. В предлагаемом проекте бюджета объем расходов с учетом поправок составит на 2023 год 33 миллиарда 635 миллионов рублей. На 2024 год 29 миллиардов 287 миллионов и 2025 год 26 миллиардов 991 миллион рублей. Увеличенные объемы субвенций, направленных на реализацию образовательных программ, увеличивается фонд оплаты труда работникам государственных учреждений. На дополнительное лекарственное обеспечение предусмотрен рост в 124 миллиона рублей. Назову наиболее крупные меры социальной поддержки. Во-первых, на софинансирование единого универсального пособия, которое мы будем передавать в пенсионный фонд, составляет 395 миллионов рублей. В бюджете также предусмотрено средства на выплату на детей от 3 до 7 лет в объеме 1,4 миллиарда рублей. На выплату в случае рождения третьего и последующих детей 823 миллиона рублей. На оказание мер социальной поддержки 478 рублей. На оказание мер поддержки ветеранам и труженикам тыла 212 миллионов рублей. Также министр поведал о том, что в бюджете республики предусмотрены средства для участия в программах модернизации школьных систем образования, на содержание дорожного фонда, на реализацию национальных проектов, строительство ЖКХ, сельское хозяйство. Было отмечено, что при составлении таблицы поправок Минфинам Карачева-Черкесии были учтены обращения граждан и рекомендации депутатов в ходе публичных слушаний по бюджету, а именно увеличено бюджетное ассигнование на приобретение жилья детям-сиротам, детский отдых на издании художественной литературы на родных языках, приобретение лекарственных средств для некоторых категорий граждан, поддержку социально ориентированных НКО. Проект закона о бюджете на 2023-2025 годы был принят во втором и третьем окончательном чтениях. Мадина Каракетова, Лебостанов, Вести, Карачева-Черкесия. В Министерстве сельского хозяйства Карачева-Черкесии состоялось внеочередное совещание. Причиной его проведения стал вопрос, прозвучавший во время прямого эфира с главой республики Рашидом Темрезовым. Альбина Ламкова напомнит автора вопроса, в чем была его суть, а еще расскажет, кто стал участником встречи. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, Старик Беевич. Представьтесь, пожалуйста. Я бы хотел попросить вас, жители Усть-Черкесия, села Интерхач, занимаюсь овцеводством. И нынешний, ну, сейчас некуда сдавать ягнят и вообще невыгодно. Это фрагмент недавней прямой линии на нашем канале с главой республики Рашидом Темрезовым. Беослана и Базов – фермер. Суть в том, что у него уже более 200 голов овец. Планируют развивать хозяйство и есть препятствия с реализацией мяса. Говоря о проблеме фермера, глава региона напомнила об открытии в Корчаево-Черкесии одного из самых крупных в России производства по убои и переработке баранины – инвестор группа компаний «Домотэ», куда их можно сдать мясо по рыночной цене. На эту тему провели совещание с участием сельхозтоваропроизводителей, представителей ветеринарной службы и Россельхозбанка. К сожалению, проблема с реализацией мяса ранее в республике была. Но этот вопрос уже начинает решаться, отметил Анзор Баташев. Нынешняя ситуация у нас благоприятная. «Домотэ» уже работает. Хотелось отметить, что Минеком России разработано и развитие овцеводства в СКФО. Программа отдельная. Только для СКФО будут предусмотрены денежные средства в размере 40 миллиардов рублей до конца 2030 года. Реализация программы будет осуществляться с 2024 года. Представитель инвестора группы компании «Домотэ» рассказал, какую серьёзную и существенную работу по результатам реконструкции уже провели и собираются осуществлять в дальнейшем. Наша модернизация не останавливается. В ближайшее время будет также продолжен второй этап реконструкции. Он подразумевается под собой до оснащения оборудованием и, соответственно, частичной автоматизации процессов. Их ключевым партнёрами считаются фермерские хозяйства. Но необходимо соблюдать ряд требований и условий для сотрудничества. Их озвучили для всех присутствующих товаропроизводителей. Биослан Айбазов – один из них. С ним Анзор Баташев провёл ещё и личную встречу. Встретился и был доволен, как они помогли этим вопросам. Ну, в принципе, я думаю, буду сотрудничать с фермерой «Домотэ». В итоге на совещании заверили, что все вопросы будут решаться мобильно и на месте. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашебоков, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Семнадцатого декабря. Ярослав Забашный. В Кисловодском цирке. Спешите! 585 «Золотой» – лучший момент сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотые серьги с бриллиантами и изумрудами. Всего от 10 680 рублей. Лучший момент сейчас. 585 «Золотой». Продолжаем выпуск. Мы продолжаем рассказывать о жителях Крачево-Черкесии, которые в разные годы были удостоены высшей государственной награды за совершение подвига или выдающиеся заслуги во время боевых действий. Именем одного из них назван музей в Центре военно-патриотического воспитания молодежи Черкеска о боевом пути Героя Советского Союза Филиппа Трофимовича Амельянюка в сюжете корреспондента Артура Мхце. Февраль 45-го – Германия. Подразделениям советской армии необходимо обеспечить переправу через реку. Успех стал возможен благодаря правильной организации при непосредственном участии капитана Филиппа Амельянюка. За ту переправу он был удостоен «золотой звезды» – высшей отметки заслуг во время боевых действий. Сейчас его наградной лист, а также другие медали и ордена бережно хранит внучка Елена Нетепина. По словам руководителя управления культуры города Черкеска, Филипп Трофимович не особо любил рассказывать о Великой Отечественной войне. Его куда больше беспокоила жизнь семьи. И когда после ранений и пребывания в госпитале удавалось выбраться домой, казалось, не было счастливей человека. К слову, одна из дочерей также пошла по стопам отца. «В числе девушек из города Черкеска в 1942 году 50 девушек было отправлено на курсы радисток. И только двух из них призвали на Черноморский флот. И Нина Филипповна, получается, его старшая дочь, вот она воевала тоже, была награждена наградами». После войны Филипп Трофимович по партийной линии был отправлен на поднятие целины и выращивание зерна кукурузы в Кустанайском районе Казахстана. Спустя несколько лет раны военной поры дали о себе знать. И он, почувствовав недомогание, вернулся на родину. Где и умер в 1966 году. Его похоронили у основания памятника защитникам Отечества, который в то время выглядел несколько иначе. На Аллее Славы стоит и бюст героя Советского Союза Филиппа Амельянюка. Вечный огонь горит в память о таких людях, жителях Карачаева Черкесии, которые ценой собственного здоровья, а то и жизни защитили родную землю. Заслуженного земляка помнят в Кочубеевском районе Ставрополя, где он родился. Несколько лет назад в одной из школ была открыта парта героя. Его имя носит и поисковый отряд Центра военно-патриотического воспитания молодёжи Черкеска. Мы решили, что наш поисковый отряд должен носить имя героя Карачаева Черкесии. Мы выбрали Филиппа Трофимовича, но потому что он нам был ближе как-то. Мы изучали боевые пути всех героев, но решили, что мы хотим носить именно его имя. Я считаю, что такие музеи нужны для сохранения памяти, потому что без прошлого нет настоящего. И если люди не будут вспоминать прошлое, помнить его, то они не смогут в дальнейшем жить. Жить можно и без сохранения и изучения страниц истории. Такие примеры в обществе тоже есть. Но лишь умение ценить то, что сделали в том числе герои Отечества, позволяет идти дальше, учитывая опыт прошлых поколений. Он внес большой вклад в развитие не только Прикубанского района, но и всей республики. Хусейн Магомедович Казеев ушел из жизни четыре года назад. В память о нем уже второй раз проводится турнир по боксу. На этот раз спортивные соревнования шли пять дней. На памятном мероприятии в Прикубанском районе побывала Алла Качиева. Умелый руководитель, неравнодушный к проблемам и заботам земляков, любящий родную республику и настоящий патриот страны. Под руководством Хусейна Магомедовича Казеева Прикубанский район активно развивался и благоустраивался. Строились школы, домокультуры, детские сады, спорткомплексы, где на сегодняшний день развиваются подрастающие поколения. По-особенному он относился к спорту. Ну, скажем, первично он рассматривал в числе самых основных вопросов социальных. Спорт он ставил во главе здоровое тело, здоровый дух, здоровый человек, здоровое общество. Соревнования собрали в селе Дружба более 150 ребят из восьми регионов России. В течение пяти дней на турнире по боксу разыгрывали медали в четырех возрастных категориях. Как отмечают организаторы, бои проходят на хорошем уровне. В них участвуют победители первенства России, Европы. Почему бокс? Потому что Алексей Магомедович сам в прошлом занимался боксом. И в 2019 году решением администрации района родственников мы провели первый турнир. Но потом в связи с тем, что вот эти пандемийная ситуация в мире, два года мы не могли проводить. И вот в этом году это второй турнир. Он очень любил боксеров, помогал боксерам. Вот поэтому проводим этот турнир. И в дальнейшем мы планируем, чтобы этот турнир стал уровня класса А, где будут присваивать мастеров спорта. Но пока такие планы вот есть. 22 декабря Хусейну Магомедовичу Козееву исполнилось бы 70 лет. В этот день звучат его любимые песни. Юбилею посвятили и финальные бои. 15 пар боксеров на ринге демонстрируют свои навыки. И в итоге большая часть наград у спортсменов Карачева-Черкесии. Победители наградили грамотами, кубками и призами. Дамир Гумжачев из Черкеска мечтает об олимпийском золоте. В копилке у него несколько наград высшего достоинства с различных соревнований. Сегодня добавилась еще одна. Победитель СКФО 21-го года, призер России 22-го года, победитель юности России 22-го года, победитель Спартакеады Белоруссии 22-го года. В целях сохранения памяти Хусейна Магомедовича Козеева, также пропаганды здорового образа жизни и популяризации олимпийского вида спорта среди молодежи, этот турнир планируется сделать традиционным. Аллы Качива, Расул Бердиев, Вести Карачева-Черкесия, Прикубанский район. Несколько дней остается до Нового года и уже спешат поздравить с праздником и взрослых, и детей Дед Мороз и Снегурочка. Ведь приближается время сказочных чудес и волшебства с подарками, сюрпризами и исполнениями желаний. Во всех общеобразовательных учреждениях проходят утренники, в центре номер 11 Черкеска учащиеся представили яркое театрализованное представление в восточном стиле. Школьники продемонстрировали свои таланты, в концертной программе были и национальные танцы, игра на музыкальном инструменте. Ребята показали свою смелость и ловкость, и по традиции новогодний хоровод с главными героями праздника Дедом Морозом и Снегурочкой, которые пригласили детей в волшебный мир сказок. Праздник получился очень веселым и радостным. В этот день все получили заряд положительных эмоций и бодрого предновогоднего настроения. Это все вести. Прямо сейчас смотрите музыкальное шоу «Дуэты». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин